С тех пор, как разразилась война, я чувствую, как будто кто-то взял этот мир и перемешал его. С одной стороны резня, война, похищение, одно разрешено публикации, еще один тяжело ранен, так много семей, чьи жизни разрушены. Как вообще продолжать жить, существовать во всем этом? С другой стороны, когда я смотрю на нас, хочется поднять бокал, где еще найти подобное? Рассказы о безумном мужестве, волонтерство, взаимовыручка, все эти слова хоть раз вы слышали. Как это не банально? Внезапно они возникают перед нами. Но в последнее время расходится старая песня, наполненная ненавистью и раздором. Ну вот, это уже не кажется приятным. Правда в том, что я понимаю это. Каждому важна страна, и каждый уверен, что знает, что нужно делать, и как это исправить. И каждый уверен, что его путь — это правильный путь, и что он прав. Но мы уже видели, куда приводят этот правильный путь, когда реальность дала нам хлесткую пощечину. Так почему же мы так запутались? Что? Какова наша история? На самом деле, это история тысячелетней давности. История народа, который падает и встает, и всегда выбирает жизнь. Мы часть удивительной истории, народа полного гордости и смелости. Народа Израиля. Которые уже тысячи лет борются, чтобы освободить этот мир. У нас общие судьбы, и у нас общее будущее. И вот настал момент написать свою часть этой истории. Где смерть, боль и горе не будут напрасны. Потому что у нас есть предназначение, которого ни у кого другого нет. И глубоко внутри, между всеми различиями и под всеми обличиями, мы все хотим одного и того же. Принести еще немного света к Богу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...